Всем привет, всем здравствуйте! Прямой эфир посвящен битве дизайнов. Сегодня у нас первая битва, их будет две. В каждой битве будет два победителя. Одна работа будет выполняться по желанию кем-то на типсах, а другая работа будет выполняться по желанию на руках. Как показали предыдущие битвы, когда мы делали вот тоже этой осенью, что не все делают все-таки на руках, когда я выкладываю на руках. Большей частью все-таки удобно на типсах. Но если сравнивать работу на руках и на типсах, это такое, знаете, несоизмеримое сравнение. Все-таки человек, который потратил время и сделал работу на пяти пальцах, это все-таки достойно, если сравнивать с типсами. Более достойно, чтобы человеку отдать место. Еще раз напомню правила работы в конкурсе. Так, ну, многие видели в сторис, я не смогла остановиться. Вот, я немножко передумала. Сейчас работу, когда буду делать, все-таки я выберу какую-то одну технику. Либо вот этот буду дизайн показывать, либо этот. Я просто сделала аж два варианта дизайна на пяти пальцах. Это, знаете, хотелось поработать в технике Neocrust. Вот, ну, не знаю, вот прям захотелось. Это моя любимая техника. Слушайте, я у нас какую технику не возьму, они у меня все любимые. Вот, и, конечно, я когда пришла домой, переспала с этим маникюром, и я поняла, что, Катюш, ну, чуть-чуть ты это переборщила. Переборщила, поэтому сейчас будем делать то же самое, только чуть-чуть сократим по композиции. Так, и рассказываю. Итак, конкурс, который называется «Битва дизайнов». Как проходит битва дизайнов? Я после того, как закончу вести прямой эфир, выложу описание, и в этом описании будет стоять хэштег. Вот с этим хэштегом вы выкладываете свою выполненную работу. Я решила дать семь дней на выполнение работы, потому что ноги уже начали пилить, и чтобы у вас было время, потому что мне хочется, чтобы больше сделали именно девочек на руках эту работу. Не на типсах, потому что на типсах, в принципе, это делать быстро, несложно. Вам надо потратить один час своего времени, кто-то полчаса сфотографировать и выложить. А вот на руках сделать – это да. Вот, поэтому приз по хэштегу этой битвы, скорее всего, будет написано хэштег какая-то «Зимняя битва», либо «Новогодняя битва», либо «Рождественская битва». Я еще не придумала хэштег. Вот, поэтому приз за победителя на руках будет чуть побольше, более весомый приз. А приз за типсы, он будет такой более символичный, чуть поменьше. Ну, намного, наверное, меньше. Мне хочется, чтобы заматерировать вас, и вы сделали все-таки работу на пальчиках на своих. Да-да-да, будет два победителя. Как выбираю победителя? Давайте сейчас расскажу правила. Критерий. Смотрите. Первый критерий – это чистота дизайна. Именно чистота. Вот какой у вас навык выполнения работы. Потому что наилкруст, он требует там, все равно будет прорисовочка, где-то заполнение, и чтобы получилось чистенько, здесь у всех будет по-разному результат. Поэтому первый критерий – это чистота выполнения дизайна. Разрешу в этой битве дизайна. Если чего-то нет, потому что понятно, что я сейчас буду работать вспомогательными материалами, так как это наилкруст, можно визуально, смотрите, будет примерно похоже, просто повторить, возможно, какими-то другими материалами. Вот. Я не буду вас сейчас слишком сильно ограничивать, так как битва, конкурс сегодня, он у нас такой на рождественскую тему. А в понедельник я хочу еще одну битву сделать. Там тоже будет два победителя. А там будет, скорее всего, просто какой-то более вечерний вариант дизайна без привязки к Новому году и к Рождеству. Вот. Поэтому сегодня у нас такой веселенький вариант дизайна, а в понедельник будет приличный. Хотя я такое больше люблю под Новый год. Вот. Поэтому первый критерий – чистота выполнения дизайна. Но можно будет немножечко расширить рамки, где-то делать вручную, если у вас нет того или иного наилкруста. Где-то заменить какой-то материал, оттенок. Вот. Ну, хотелось бы, чтобы маникюр получился именно зелено-красный-золотой. Прям. Тогда ассоциация будет с Рождеством. Все будет прописано в посте, когда я выложу прямой эфир. Смотрите. Вот я сейчас просто проговариваю, вы сейчас просто смотрите. Более подробные критерии, условия вы прочтете потом. Поэтому сейчас вопросы вот эти сильно там не углубляйтесь. Второй критерий. Если вы выбрали работу на руках модели, то, конечно, это архитектура. Понимаете? Архитектура очень важна. Понимаете? Можно сделать очень красивый дизайн, но если нет красивой архитектуры, моделирования ногтей, то, конечно, я даже смотреть не буду, честно. Вот. Поэтому это архитектура, чисто сделанный маникюр. Потому что, опять же, если там покрытие вот так вот по кутикуле нанесено, и на фотографии это прям явно видно, ну, тоже не хочется такой работе давать место. Ну, тут не место, ну, как победу. Видите? Битва дизайна, чем отличается от обычного конкурса, здесь один победитель. Вот. В данном случае у нас два победителя, потому что у нас внутри битвы будет два варианта. Кто-то выберет работа на руках, кто-то выберет работу на типсах. Хэштег у вас будет одинаковый для всех, кто на типсах будет работать, кто будет на руках работать. Очень удобно выбирать. Нажимаешь на этот хэштег, буду выбирать в конце седьмого дня вечером. Вот число, я напишу, какое это будет число. 7 дней, чтобы сделать работу на руках и на типсах, это более чем достаточно. Вечером седьмого дня я нажимаю на этот хэштег, и там выскакивают все ваши работы. Кто-то будет на руках делать, кто-то на типсах, и я выберу, кто мне понравился один на типсах, и я выберу, кто мне понравился один на руках. И буду оценивать по таким вот критериям, которые я проговорила выше. Следующий критерий, очень важный, это качество фотографии. Так как конкурс в инстаграм проходит, то там, конечно, оценивается картинка с точки зрения качества фотографии. Освещение, компоновка, композиция, там уже какая-то интересная подача у фотографии. Кто в прошлый раз участвовал, девочки помнят, там, например, была первая битва, и там было очень много участников на типсах. И я там выбрала одну работу у девочки, просто очень необычное освещение было. При необычном освещении в таком нестандартном ракурсе были сфотографированы типсы. Потому что, когда куча красивых, достойных работ на типсах, и чистота исполнения идеальная, там же кутикулу не оцениваешь, архитектуры нет. Что я оцениваю на типсах? На типсах оценивается два критерия. Первый критерий – чистота выполнения работы, и второй критерий – фотография. Поэтому, если даже очень красиво нарисовано, и вы просто тупо вот так сверху сфотографировали эти пять типс, ну, конечно, выиграет тот, у кого какая-то такая необычная фотография, понимаете? Можно и на руках, и на типсах, конечно. Вероятность победы тогда будет вообще существенно выше. Но навряд ли я выберу одного и того же человека в типсах и в руках. Конечно, мне хочется, чтобы это было два разных человека и в руках, и в типсах. Подарки тоже все пропишу под постом. Все, я проговорила вам критерии. Критерий на руках, там их больше, потому что присутствует чистота маникюра и архитектура моделирования. В типсах критериев чуть поменьше. Так, смотрим. Очень захотелось сделать зеленый маникюр с элементами красного, потому что Рождество, Новый год вот ассоциируются именно с такими оттенками. Не каждый клиент решится на такое сочетание и на такой маникюр. Вы знаете, я этот маникюр рассматривала с точки зрения картинки в мою ленту Инстаграм. Понимаете? Вот очень часто мы много работ делаем для картинки. И они, возможно, не совсем салонные, носибельные, но зато прикольно будут смотреться в ленте. Это как раз показать красиво. Конечно, смотрите. Я же вот руку уже сфотографировала, хотя я ее сейчас планирую после эфира переделать. Короче, я поняла, что этот ноготь лишний, и надо его таким же сделать, пустым. Видите, у меня две техники тут одновременно я применила. Я сделала вот такую композицию и вот такую. Вот мне хотелось все и сразу попробовать. Поэтому итогово, как будет выглядеть на типсах и как будет выглядеть на руках, все будет в ленте. Просто не пропустите. Сегодня вечером я выложу посты из эфира и посты выложу, как должна выглядеть фотография примерно, потому что вы можете экспериментировать с фотографией на руках и как будет выглядеть, что за приз. Ну, конечно, это будет косметика Эми. Я еще не определила, какой объем. Скорее всего, будут последние новинки. Вы знаете, что сейчас очень много вышло продуктов, во-первых, для моделирования. Три-два геля для моделирования. Сейчас вышел набор терапии, новые средства для укрепления, лечения ногтей. Вот. И, скорее всего, что еще? Ну, короче, большой будет приз. Что-то, блин, представляете, я про приз забыла, девочки. Я сейчас уже на ходу сижу, думаю, что главный победитель получит новинки все, какие вышли у нас вот в декабре. Ну, так, зеленые. Смотрите, зеленые используете любые. Мои, конечно, любимчики сейчас, мои фавориты. Это номер 325 и номер 326. Вот. Они прям очень круто. так, смотрите. Ну, давайте с 326 начнем номером. Значит, у меня 3 типса однотонных. 3 типса у нас однотонных. И 2 типса у меня совмещены с белой подложкой. Дверь, откройте, откройте дверь. Кто закрыл дверь мою? Так, меня теперь не слышат. Так, сушим. Сейчас 3 типсика покрываем просто зеленым. Типсы, форма любая, девочки. Здесь, в принципе, такой дизайн. Можно сделать и на квадратных, и на острых типсах, и на миндалевидных, и на овальных по желанию. Здесь видно, что у меня, видите, 3 зеленых ноготочка. приз косметика Эми. Я сейчас после эфира посмотрю, что у нас из новинок есть, и все будет в коробочке победителя. Все новинки. Ну, это будут новинки, набор терапи, лаки, это будут моделирующие гели. Что-то там у нас еще новенькое тоже вышло. Новинки все положу, девчонки. Так, и здесь мы совмещаем. И здесь мы совмещаем. Сейчас, смотрите, девчонки, я рисую, и мне тяжело читать комментарии параллельно. Начинаем с самого простого типса, даже два. Я все-таки для композиции предлагаю не делать два ногтя вот с такими украшениями, это слишком много, поэтому у нас два будет пустых ногтя, причем делается очень просто, вот так примитивно, это пыль номер шестнадцать. Сейчас я беру чистую бумажечку специально. Красивый, кстати, цвет пыли. два победителя. Как и в прошлый раз, я не смогла выбрать одного победителя, очень сложно сравнивать работу на типсах и сравнивать работу на руках, но чтобы не ограничивать, чтобы участников было больше, я решила в битве сделать для вас выбор, кто захочет будет участвовать в типсах, а кто захочет будет участвовать на руках. Ну, как правило, конечно, удобно взять свою руку и просто сделать себе пять пальчиков. Итак, два типса у нас будут просто с глиттером. Лучше всего брать базу, либо жидкую, либо даже взять лучше медиум. Так, сейчас я медиум, медиум, медиум. Сейчас, секундочку, я возьму медиум, медиум будет лучше. Левочка, дайте, пожалуйста, базу медиума. Так, почему медиум? Смотрите, можно, в принципе, глиттер сажать и на жидкую базу, но она, когда вот слишком жидкая база, да, это же достаточно жидкая база, есть вероятность, что где-то пыль не провалится и не присоединиться. Вот, поэтому лучше взять густую базу либо густой топ. Вот, почему беру базу, у базы адгезия хорошая. Вот, в принципе, можно взять топ без липкости. Почему топ без липкости хорошо? Потому что его не нужно обезжиривать. Глиттер, если сажать на базу милак, то, конечно, нужно будет пройтись все равно и немножко обезжиривать, чтобы там ничего не осталось липкого. так, я все-таки беру медиум. Я просто вчера на себя делала жидкую базу, у меня вот здесь была проплешина в центре, вот, и я поняла, что лучше не брать жидкую базу, лучше взять ноготочка. сейчас сразу два ноготочка делаю. Видите, как удобно? В этом случае финиш вообще не используется. Обратили внимание, получается подложка из света, кстати, цвет гель-лака в данном случае не имеет значения, можно взять вообще любой зеленый, который у вас завалялся на полке. вообще это крутая техника сейчас под Новый год, когда клиент опоздал и вам нужен шикарный маникюр, это вот прям супер выход из положения. Раньше так и было. Я вот вспоминаю как в мою молодость. Если клиент опаздывает, то это максимум, что я могла предложить это втирка на гель-лак либо на лак. Все в лампу. делаете на отдельном листочке. Так, и лампу. Все, и теперь берем вот так баночку и вот так собираем все обратно. Такое безотходное производство. Запомнили? номер номер шестнадцать. Так, номер ноль шестнадцать. Следующий вариант мы с вами делаем это совмещение с белым гель-лаком. лампу. Вот так я, наверное, много что-то белого оставила. Сейчас я его сокращу немножко. Так, а здесь все так очищаете лишнее. Ну, в принципе, я вот даже не знаю, надо липкость снимать. Не, ну, можно, знаете, остатки пыли снять, которая не прилипла. Так, в принципе, даже не надо ничего обезжиривать. Можно, знаете, как, что я думала, антисептиком побрызгать. Смотрите, какие кайфовые ногти получаются. Огонь. Ну, это старая очень техника. Она существует много-много лет, но я всегда о ней вспоминаю именно под Новый год. Это реально очень удобно. Вот, когда клиент опаздывает, вот именно такой маникюр предложить, когда все ногти вот так сделаны. Смотрится очень круто. Очень круто. Ну, мне сейчас неудобно, потому что я под камеру, у меня лист бумаги постоянно сейчас ударялся телефон. На самом деле, вот, листок бумаги, поработали с листочком бумаги и все убрали. Нет, не осыпаю. Понятно, что со временем блесточек становится меньше. Вот, но так как мы используем либо базу медиум, либо макси, у них очень сильная адгезия. Вы же помните, что наши базы медиум, база жидкая, у них адгезия даже для страз подходит. Нет, я посыпала на скульпт медиум. Это бетон, правильно, это точно, это реально бетон. Вот, если база медиум, либо просто жидкая база, роскошно получается. Затрется потом немножко, затрется, но все равно это будет хорошо выглядеть. Единственное, клиенту говорите, что тоник для лица, тоник для лица, можно чуть-чуть протирать влажной салфеткой и тоником для лица. Не ватными дисками, а тоником для лица, иначе все будет в ворсе. Можно на кольчуковую базу, я думаю, что можно, девочки. У нас база медиум и макси тоже можно назвать каучуковые базы. Вообще, когда говорят это слово каучуковые, это просто маркетинг, поймите. Там нет в помине никакого каучука. Каучук это понятие физическое, что база резиновая. Вот, а как раз медиум и макси это достаточно резиновые базы, не очень гибкие, особенно медиум. галя, девочки, проверьте, у меня есть звук в эфире. Девочки, проверьте, есть у меня звук в эфире. звук в эфире. Девочки, проверьте, есть у меня звук в эфире. зеленые сумки просто не могу, обожаю. все сушим. так, и теперь топ-слайдер. Так, мы сейчас будем работать с нейл-крустами. Я почему решила работать с нейл-крустами в первой битве, потому что, мне кажется, вот из всех декораций нейл-крусты, а у нас есть декорации, которые, как вот, нейл-крусты, они выпускаются, перевыпускаются уже очень много лет, и форма рисунка, она практически осталась в неизменном виде. Вот, поэтому не обязательно брать, кстати, прям эти нейл-крусты. Если у вас есть наши какие-то другие трафареты, они тоже по композиции подойдут, берите другой орнамент нейл-круста, девочки. Да, пластины у нас будут для стемпинга, я уже говорила. Сейчас вот пластины, они, понятно, что мы пластины сами не производим, вот пластины я знаю, что уже утвердили. Краски будем производить мы сами. Сейчас мы их уже заканчиваем тестирование красок. Краски тоже, я уже даже в сторис по-моему показывала, нет? Так, наборчик как будет выглядеть. Так, берем топ-слайдер. Вот, поэтому сейчас кто, если начинает хныкать и говорит, что у меня этого нет, того нет. Слушайте, всегда все можно сделать вручную. Просто это будет более трудозатратно и трудоемко. Вот, но мне кажется, трафареты на Элкруст и шермиконы, которые я буду использовать, блин, есть практически у всех, кто сегодня на эфире, потому что если вы пришли на эфир, то, скорее всего, вы наши клиенты, наши поклонники. Для китайской росписи используют краски, которые называются серия Эмпаста. Вот так называется. Эмпаста это значит краска безостаточной липкости. Так, и вот этот вариант тоже перекрываем топ-слайдером, то здесь будем делать вариант как на большом пальчике. Ой, тут у меня правда все в пыли, но ничего, ладно. Это так задумано. первый нейл круст. скажу какой это номер. Он у вас возможно будет под другим номером, потому что его сейчас сделали в маленьком размере. В маленьком размере. Так, это у нас 59 орнамент я буду использовать и кружево. Вот, но если у кого-то есть вот такие узоры, номер 53 тоже подойдет. Грация тоже подойдет. Если есть там, помните, у нас были нейл круст номер 1, номер 2. Вот их все можно использовать. Здесь вот я разрешаю сделать примерно похожий вариант дизайна, просто чтобы он был по цвету и по композиции очень близок. Так, ну поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Размачивать нужно на лукру в горячей воде. Нет, блестки так вы и носите. Все, вот они не перекрываются. Они так и носятся. Понятно, что со временем они чуть-чуть обтираются. Здесь просто в этом случае очень важно цвет фона подобрать очень близкий к глиттеру. Тогда даже если где-то будет затираться, вот особенно торец в первую очередь начнет затираться, оно будет хорошо смотреться. Юля, подойди на минутку, пожалуйста. Мальчик, соня? Сейчас, девочки, я комментарии не читаю, секундочку. Так, понятно, что ультрабонд. Ультрабонд. И теклос. Сейчас объясню, зачем теклос. Причем сейчас даже, кстати, вот можно сразу теклос не наносить. Давайте мы сначала раскрасим вот этот орнамент. Вот, возьмите любой оттенок золотой краски. Золотой гель-лак падет. Но я буду работать даймонд. Это коллекция красок суперстар. Там очень красивый золотой. И частично, не прям с большим количеством деталей, но частично раскрасим. Блин, это что ж такое с моим... Извиняюсь. Очень красивый золотой, просто необыкновенный. Причем вот сказать, что я как-то сильно детально раскрашиваю, нет. Вот просто номинально прохожусь полупрозрачно. Чтобы сильно золото на себя не брало много. Чтобы много времени не занимало. Водички, да. Правильно, девочки, водички надо попить. А у меня так всегда в первой половине дня. Это почему-то у меня только в Ростове. Особенно, когда начинается осень, зима и весна. У меня мокрота собирается после сна. Я ничего не могу с этим сделать. Воздух очень сухой в помещениях. Вот видите, не полностью заполняю, а так немножко. Да, это коллекция красок Суперстар. Розовый оттенок. Я всегда рекомендую эти краски. Они в нашем базовом ассортименте. Мы всегда их поддерживаем, не трогаем. Всегда поддерживаем ассортимент, особенно вот в зимний период. Хотя сейчас с блестками, мне кажется, клиенты покрывают всегда. И летом, и зимой. Так, сделали. Сделали. Так, и вот этот ноготочек. Так, а здесь берем золотой нелкруст. И этот вариант у нас будет вот здесь просто в центре. Ну, это хорошо, когда в центре. Когда, например, лень такой огромный элемент делать, его можно обрезать и кусок вот возле кутикулы, например, только приплеить. Эфир, конечно, будет сохранен. Вот. Я просто сейчас текст напишу более подробный. Критерии, по которым я буду оценивать. И до какого числа. Конечно, в самом конце расскажу о подарках. Я уже говорила, тот, кто будет участвовать и выиграет в ноготках, приз будет чуть побольше. Кто будет участвовать и выиграет в типсах, приз будет чуть-чуть поменьше. Я все это пропишу в посте. Вот. И я планирую еще одну битву сделать. Там тоже будет два победителя. Понедельник. Я сейчас посмотрю по вашей активности. Потому что, видите, я обещала эту битву, конкурс. Два-три конкурса сделать в начале декабря. Пока вы сидели, ничего не делали. А сейчас уже, видите, многие начали пилить. Но у меня не было настроения. Работы было очень много для следующего года. Мы сейчас закончили подготовительные все работы по запуску весенне-летних коллекций. Вот. Поэтому не до этого было. Плюс, вы знаете, у нас очень много марафонов сейчас проходит. Огромное количество на Эми Онлайн. Очень классные марафоны. Там тоже очень классные призы. Поэтому я посчитала, что это уже перебор. Ой, кстати, девочки, хотела еще раз напомнить, что 13-го числа у нас стартует марафон бесплатный. Пилим мечты. Обязательно приходите, участвуйте. Мы его проводим всегда один раз в году, в декабре перед Новым Годом. Все нейл-крусты, слайдеры. Смотрите, мы всегда обрабатываем ультрабонд. Что такое ультрабонд? Ультрабонд – это грунтовочный материал для искусственных ногтей. Также для гель-лака применяют грунтовку. Но это очень классная штука для обработки поверхности любых фирм слайдеров. Смотрите, любой фирмы берете слайдер, обрабатываете ультрабондом. Единственное, что нужно делать очень нежно и аккуратно, чтобы не испортить слайдер. Тогда получается очень качественно. Вероятность, что финиш сколется, маловероятна. Так, и здесь тоже самое. Еще раз напомню, берем Golden Diamond. Это краска из коллекции Superstar. Superstar есть у дистрибьютора. Есть на emyshop.ru. Вот я не знаю, на Валбересе есть или нет. Хотите, сейчас спрошу, попрошу посмотреть. Галя! Сейчас посмотрим, Superstar есть. Слушай, а где Галя? Вы же. А ты можешь на Валбересе зайти, посмотреть, есть ли Superstar коллекция и вот эти два наилкруста? Сейчас хотите, я узнаю, девочки, на Валбересе. Наилкрусты вы здесь номера можете посмотреть в каталоге. Сейчас посмотрим, что есть из наличия. Опять же, здесь мы номинально делаем, не нужно много золота добавлять, чтобы это все-таки оставалось таким фоном и не перетягивало на себя много внимания. Ну, как бы, в любом случае, дизайн достаточно перегруженный. Видишь, я вам говорю, я переспала с этим дизайном, поняла, что вот этот ноготь я сейчас спилю, перефотографирую по новой. Вот у нас с вами уже, видите, два ноготочка готовы, они у нас просто однотонные. Ну, как однотонные? Они роскошные, блестящие. Так, здесь тоже нет суперстаров. А какие? Наилкрусты какие? Вот которые, вот такой вот, и которые ты мне принесла. Так, здесь также перекрываем теклосом. Почему? Потому что у меня здесь сейчас будут шармикончики идти. Один вариант. И вот этот вариант перекрываем. Все, сделали. Теперь, что нам понадобится? Смотрите, я долго думала, как сделать рождественские ягодки. Я вспомнила, что у нас есть вот такой вот шармикон, очень прикольный, но он, видите, такой вот пастельный. И я просто взяла, потому что мне веточки очень нравятся. И ягодки заменила просто на красный цвет. Получилось очень даже прикольно. Сейчас я скажу, что это. Как отключить комментарии? Комментарии могу отключить их только я. Если у вас комментарии на весь экран, вам нужно просто два раза по экрану нажать, и тогда комментарии у вас уйдут вниз чуть-чуть. А в белую пасту добавить блестки можно? Можно. Так, я думаю, что вот эти варианты уже подсохли. Хотя напомню, что теклос сушить для шармиконов нужно не меньше двух минут. Слушай, потом еще подставку принесешь мне по типсу вот эту такую прозрачную. Все, поехали. Я нашла только не обновленные. Ну вот, смотрите, есть не обновленные. Откроешь мне Валберис? Сейчас она, веточка чуть-чуть теряется, но потом она будет видна. Да, смотрите, на Валберисе есть нейлкрусты, но они и есть просто не обновленные. Вот если посмотреть внимательно, их здесь очень много, этих трафаретов, и они даже очень большого размера. Смотрите, у меня в каталоге их нету, а на Валберисе они есть до сих пор, представляете? А у меня на складе в Ростове их нету. Вот, поэтому посмотрите, что есть на Валберисе. Вот, возможно, вам что-то тоже подойдет. Так, и здесь тоже такую большую веточку приделываем. Наша композиция. Так, что-то тут не приклеивается. Так, что дальше? Мне нужна часть веточек вырезать, маленьких. И что я делаю? Я просто беру от имеющихся веточек вот так вот. Конечно, таким образом я уродую шермикон, но мне наплевать. Спасибо. 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 Дубль 2. Я пошла, сходила за другим пинцетом. Смотрите, если у вас нет этих шермиконов, ничего страшного. Возьмите какие-нибудь другие с веточками. Веточки, в конце концов, их можно будет сделать вручную на самом деле. Ничего, нарисуете черным тюльпаном и отпечатаете фольгой. Все эти веточки, их можно нарисовать черным тюльпаном и отпечатать фольгой. В конце останется время, я вам покажу, как веточки сделать вручную. Нужно будет просто чуть-чуть аккуратнее работать, чтобы чистота исполнения была прям идеальная. Ну ладно. Все, и перекрываете текусом, либо любым другим финишем. Весь остальной дизайн делается сверху финиша. Для этого мы сейчас будем работать в технике на укруст. Сейчас я покажу. Она такая трудоемкая сама по себе, поэтому быстрее делать ее с трафаретами. Потому что если делать вручную, полностью все, такой очень долгоиграющий вариант получается. Итак, что для этого нужно? Я предлагаю взять золотую краску. Здесь, кстати, без разницы, какой цвет золотой краски вы возьмете. Я взяла золотую эмпасту. Это золото барокко. Так, выкладываем. И берем жидкий камень гель. Я его еще по-другому называю. Загуститель краски, либо гель-лака. Его, если смешать с гель-лаком, с эмпастой, вот особенно с эмпастой, получается такой 3D-гель. Очень прикольный, которым получаются фактурные элементы. Почему топ-текла становится местами матовой, будто затертой после лампы сразу? Значит, он в лампе вашей не высох и все. Ну, либо мало сушили. Возможно, меньше двух минут сох. Возможно, вашей лампе нужно больше сушить по времени. Смотрите, я где-то буду работать чистой эмпастой, а где-то буду работать намешанной эмпастой, чтобы вот эта фактура получилась объемная. И смотрите, красиво, когда вы берете и подсушиваете периодически. Во-первых, рисунок тогда не течет, он более фактурный. Потому что, видите, можно вот так поставить три черточки, несколько секунд подсушить. Таким образом можно делать очень красивый джемти незагуститым пасту. Джемти – это другой по составу гель. Что есть похожее на выдает жидкий камень? Гель Клер, у кого есть для моделирования. Мы им, правда, очень редко работаем. Сейчас, мне кажется, никто уже не работает им. Вот если он у вас есть, он, кстати, тоже подходит классно. Видите, я его так объемно накладываю. Можно вот так подсушивать просто периодически. Потом после текстона получается очень красивая фактура. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот здесь единственное, что важно, потом в конце обязательно все хорошо две минуты просушить. Так, ну где какие-то такие, знаете, тоненькие элементы, да, вот как вот здесь. Лучше взять чистую им пасту. Видите, я где-то чистую беру, а где-то намешанную беру. Короче, вы здесь сами, девчонки, болтаете. Я тогда не буду пока читать там. Вы про лампу рассуждаете. Ничего доказывать не буду. Не нравится лампа, но я считаю, что лампа, она стоит тех денег. Я пыталась сделать более дешевую лампу в Эми. Перетестировала кучу вариантов и поняла, что ну как бы дешево, классно. Сушат тоже классно. Ну блин, служат очень мало, и ни один тогда производитель не дает гарантию. Вот. А у нас такие клиенты, если я скажу, там вот лампа 3000 рублей стоит, но нет гарантии. Я буду очень долго объяснять, а почему нет гарантии. Потому что все хотят от Эми гарантий. А если с гарантией год, ну блин, извините, это дорого стоит. Дизайн долгий. Я не собиралась сделать быстрый дизайн. Это же битва дизайнов, это же конкурс. Хотела сделать что-нибудь такое посложнее, помуторнее. Возможно, вы не поняли, что вы сейчас попали на эфиры, где будет конкурс, где я буду проводить оценку потом ваших работ. Никто не говорит, что будет легко. Я специально наделала кучу всего побольше, чтобы было сложнее. Ну это, наверное, будет самый муторный и сложный элемент. Я его сначала хотела убрать, и же говоря, сегодня утром пришла, решила, думаю, переборчик такой легенький, Катя, ты сделала. А потом думаю, да ну нафиг, надо оставить, все показать. Здесь, знаете, такой дизайн получился. Если смотреть на него как с точки зрения носибельного, то здесь аж три дизайна совместили в одном. Аж три. Если вы не планируете участвовать в битве, в конкурсе, вы можете какой-то один элемент посмотреть, может пригодиться что-то для новогоднего маникюра. Мне, конечно, вот этот дизайн крутой. Делать 10 минут, особенно если клиент опоздал, чего огонь, вот так вот все ногти, если будут. Мне очень нравится. Пилинг в тубе будет. Сейчас мы нашли там другую формулу. Мы, короче, сейчас переделаем формулы все у белой линейки. Вот, поэтому имейте в виду. Сейчас вот уже парафин вышел, слава богу, новая формула. Смотрите, я не все сейчас дублирую здесь. Оно классно, когда местами вы пропускаете. Единственное, что стараетесь сделать вот так вот симметрично, тогда точно не забудете, какой элемент нужно продублировать справа, а как он выглядит слева. Видите, я вот даже вот эти два решила пропустить, так даже будет лучше. Не будем все заполнять элементы. Жидкий камень. Он с липким слоем. Да, я сейчас просушу и обезжирю все. Не переживайте. Сейчас все обезжирим. Все будет хорошо. Вот хотелось мне вспомнить эту технику. Я ее очень люблю. Если брать конкурс, для конкурса эта техника вообще подходит. Особенно кто любит участвовать в онлайн-конкурсах, я прям вам рекомендую. Я не говорю прям вот этот орнамент брать, а просто именно технологию. Она очень хорошая для конкурсных каких-то сложных орнаментов. Вы этот орнамент же можете сделать вручную и также вручную объемно доработать. Там вообще возможности бесконечные могут быть. Вы можете сделать конкурсную работу. По крайней мере, в Красноярске, кто у нас тренер, Настя Мжельска, она очень часто эту технику применяет. Я же вижу конкурсные работы участников. Нелл Круз, да, это такая сложная техника. Очень для конкурса, кстати, заходит. Так, сейчас хорошо сушим. Так, смотрите, веточки. Я тоже их хотела дополнить текстоном. Поэтому, смотрите, если присмотреться, я их не все, а только вот буквально в некоторых местах прошлась, тоже испачкала вот этим объемным гелем. Ну вот этот вариант, он быстрый, кстати. Я обычно вот так объем добавляю, а потом режу. Смотрите, что это значит. Вот, наливаете. Он прям стоит. Понимаете, вот чем отличается вот этот 3D-гель, который получается, он фактуру дает. Вот, эта фактура, она потом читается круто после текстона. Вот, не все элементы. Смотрите, я вам предлагаю только некоторые листики сделать. Если, например, где-то листиков не хватает, просто делаете их вручную, без подложки и все. Ну, здесь вот я решила сделать побольше. Вытираете кисть и делаете вот так по центру. Такое легкое продавливание. Вот так по центру прям разрезаете. Ну, кто вот проходил курс Nail Cruise, там этой технике посвящено очень много разных интерпретаций. Вот мне очень нравится, когда вот с прорезкой сделали. Вот буквально чуть-чуть. Все, сушите. И здесь то же самое. Потом мы сделаем ягодки красные и часть листиков раскрасим. Я все подробно сделаю под постом. Сейчас я сфотографирую типсы, как нужно. Я сфотографирую свою руку, чтобы вы посмотрели, все-таки участвовать в типсах вы будете или будете делать на руках работу эту. Вот, конечно, классно сфотографировать в рождественской теме. Единственное, помните о компоновке, чтобы не была перегружена композиция. Чтобы можно было рассмотреть детали, можно сделать карусельку, чтобы работа итоговая была сфотографирована с ракурсом издалека, если это руки. И ракурс поближе, более макросъемка, чтобы можно было посмотреть детали работы. Видите, самый сложный здесь вариант, по факту, был только вот этот элемент, сложный, как на моем пальце. Все, сделали. Теперь обезжириваем. Нужно обезжирить. Берете обезжириватель. Я литье покажу в конце. Вот у кого нет веточек шермиконов, вы сможете это сделать вручную. Все, обезжирили. Теперь берем текстон. Текстон золотой. И разукрашиваем. У кого, например, текстона нет, в принципе, можно оставить как есть. Просто эмпастой. Сделать, возможно, такой более холодный цвет тогда эмпасты. Я прохожусь больше по поверхности. Полностью прям раскрасить не пытаюсь, потому что текстон, он же жидкий. Сейчас будет очень красивый эффект. Я называю это царь-ноготь. Вот такое украшение, оно может быть только на больших пальцах. А остальные пальцы могут быть пустые. Если говорить сейчас не про конкурс, не про битву. А что из этой битвы можно расчленить на дизайны для салона. Здесь можно отдельно сделать только вот этот элемент золотой. Можно просто веточки сделать отдельно. Просто ногти глиттером засыпать. Это вообще палочка-выручалочка. И теперь берете фен и сушите феном. Феном просто сохнет намного быстрее. Сейчас, пока он у нас так постоит, посохнет. Девочки, принесете мне фен? О, не звали? Нет, фен, вот он лежит. Я не вижу просто. Так, ну, смотрите. Берем фен. Вот у меня, видите, обычный фен. Смотрите, сейчас я прокомментирую. Так, он не включен. Понятно, да, что вот такой обычный фен, он позволяет быстрее высушить текстон. Так, еще раз, девочки, кто пропустил начало, я вам рекомендую, я сейчас выложу пост с этим эфиром, посмотреть, как выглядит будет работа на руках и как выглядит работа будет на типсах. Вы увидите, что повторять надо. Ну, на руках будет все понятно. Вот, и на типсах будет все понятно. Я там описание сделаю, все. Так, здесь то же самое. Вот я, видите, сейчас обезжирила, и мне нужно текстоном пройтись раскрасить некоторые листики. Присыпка. Девочки писали, если вы сделаете присыпку так, как я показала, то она носится железобетонно. Конечно, она будет подтираться чуть-чуть. Это бесспорно, понятно. Вот, но если вы цвет фона подберете очень близкий к глиттеру, который вы засыпаете, то даже при затирании торец тот же, это будет не бросаться в глаза, будет нивелироваться, будет прятаться. Вот, я же делала на базу медиум, девчонки. Вы просто пропустили. Я пыль сыпала на базу медиум. Раньше, когда я работала в салоне, это была палочка-выручалочка. Это реально очень быстро. Я вот хочу в понедельник делать еще один конкурс, еще одну битву. И там будет не сильно такой новогодний дизайн, он будет больше такой относиться к вечерним дизайнам. Но сегодня у нас такой он рождественский. Вот, я тоже еще одну технику хотела показать в понедельник, которая тоже сэкономит кучу времени на опоздавших клиентов, а ногти получаются просто офигенские. В чем этой технике уже лет 18, и про нее периодически забывают, и я еще раз напомню. Сейчас я беру безостаточные скульптурные гели, безостаточной липкости. Здесь как раз вот есть красный цвет без блесток. И так, они очень чувствители к лампе обычного освещения, поэтому вот выложили чуть-чуть себе на палитрочку и закрыли. Ну все, нам осталось буквально пара штрихов. Вот, ягодки давайте сейчас сделаем. У кого GMT нет красного, смотрите, в принципе, можно сделать чем угодно. Ну, например, что можно сделать? Можно раскрасить красной краской, там, красной импастой, а сверху, например, топом без липкости нарастить объем этим ягодкам. Либо GMT Клер у кого есть, потому что мы сейчас GMT Клер формулу меняем, его в наличии нету. Вот здесь самое главное, то что прикольное сочетание получается золото, красное и зеленое. Это прям такое вот прям Рождество, ассоциация. Курс называется «Нейл Круст». Если вот хотите больше техник в этой технологии, он так и называется, этот курс «Нейл Круст». Он весь сделан на трафаретах, и часть я даю без трафаретов, кстати. Там чем хорош этот курс, я понимала, что не у всех будут трафареты. Там на некоторых орнаментах я показала, что можно, в принципе, все сделать вручную. Ну, просто получается более трудоемко и более трудозатратно. Также ничем не хуже. Просто именно трафареты, они позволяют людям, не рисующим, мастерам, сделать роскошные работы. Потому что там, получается, вы можете повторить такой орнамент, такой сложности, который вот так вот от руки полностью повторить очень сложно. Нет. Так, девочки, смотрите, у нас сейчас прямой эфир. Я, правда, видите, тему не написала, я извиняюсь. Сегодня у нас битва дизайнов. Я показываю дизайн, который будет участвовать у нас в конкурсе либо на типсах, либо на руках. Победителя я буду выбирать через 7 дней. Все подробности я напишу ниже, когда выложу сейчас. эфир. Вот даже где-то, если ягод так нет, я добавлю, например, вот здесь прям бросится ягодка. Все сушим. У джемси нет остаточной липкости, поэтому сушим просто 2 минуты. Текстон, если для конкурса, смотрите, если для конкурса, я вам рекомендую не перекрывать, ну, чтобы фотографию сделать, потому что фото, оно же подчеркивает все нюансы. И классно, если у вас текстон останется непокрытый. Вот, если, конечно, захотите это делать на клиентах, то, конечно, нужно перекрывать. Обязательно нужно перекрывать. Так, давайте стразик добавим один. В центр. Я люблю стразик добавлять. И вот в эту штучку люблю вот здесь в центр всегда добавлять стразик. Так, текстон перекрывать топом без липкости. Смотрите, если делаете конкурсную работу, да, и будете участвовать в конкурсе, текстон не перекрывайте, фотографируйте без топа. Хорошо? Давайте с вами договоримся. Если это клиент, то обязательно вот выложили куда-то топ без липкости, взяли вот так тоненькую кисточку и прошлись вот отдельно, перекрыли там все элементы, где был текстон. Рекомендую вот так по несколько секунд и сразу в лампу, потому что если будете долго возюкать, чтобы он никуда не потек. Цвет чуть-чуть изменяется, это вы должны понимать после топа. Но там буквально капелюсечку, если вы хорошо просушили. Так, понятно, что если работаете с клиентом, то берете топ без липкости и тонкую кисточку. Элементы с текстоном после того, как он высох, перекрываем аккуратненько. Стразы лучше сажать на базу медиума, на базу медиум, либо на базу макси. Очень рекомендую. Стоит железобетонно. Стоит железобетонно. Так, ну у нас вот получается с вами такая композиция. Сейчас посмотрим, как мы это будем фотографировать. Сейчас точно разложим. И на руках то же самое будет. Я просто сейчас хочу вот этот ноготь спилить все-таки и сделать его просто вот так глиттером. Будет намного лучше. Если нет зеленой пыли. Смотрите, если нет зеленой пыли, будет немножко не то по цвету. Можно попробовать прозрачную пыль. У вас будет, например, зеленый гель-лак, база, и высыпите на базу прозрачную пыль. Тогда будет цвет гель-лака зеленого читаться. Вот так можно. Это песок номер 16. Глиттер номер 16. У меня на медиум стразы отваливаются. Ну, значит, фигово клеите. Не отваливаются они. Обязательно стразы после того, как вы просушили, нужно пройтись вот так по кругу, им основание закрепить. Чтобы туда волосы не попадали у человека. Вот так вот если сделать, и все будет стоять железобетонно. Так, ноготки я уже говорила. Просто, видите, ночь прошла, и я передумала. Я поняла, что вот этот ноготь, он лишний переборчик. Сюда прям так и просится. Так, хочется вот здесь на безымянном пальце вот так сделать. О, смотрите, так лучше, да? Ну, прям лишний этот ноготь. Вот, а этот решила я так и оставить. Так, сейчас я сделаю фотографии. И к вечеру, смотрите, посты все. Еще раз напомню, будет два победителя. У нас будет с вами два победителя. Кто захочет, будет работу делать на типсах. Кто захочет, работу будет делать на руках. На своей руке, на одной руке можно будет сделать. Ну, ладно, девчонки. Очень много времени идет уже эфир. Нужно закругляться. Все, всем пока-пока. Сейчас, через время, выложу эфир уже с более подробной информацией по конкурсу.